Эй, ё, бро, чё, как сам, как джип Ниссан, да? Гей-парад не в этой стране. Эй, слышь, чё ты мне тут базаришь? Вообще-то мне сказали, что я какой-то стартёр, поэтому я решу одеваться по-модному. Вообще-то из молодёжи сейчас уже никто так не одевается. Только давай вот без этого, вот, я посмотрел все серии, даёшь молодёжь. Ну посиди, посмотри в интернете, у тебя вся ночь ещё впереди. Какая ещё ночь? Ночью я пойду тусить по клубам, если, конечно, не усну. Ну вообще-то, чтобы не уснуть, достаточно выпить один энергетик. Ну а узнать, какой именно энергетик стоит брать, тебе поможет моя рубрика, которая называется Energy Test. Ну а сейчас... Хэй, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Ленов, и это канал Пиксель. И это 20-й выпуск Energy Test. Погнали! Ну и как я уже и сказал, сегодня у нас 20-й выпуск Energy Test. Небольшой такой юбилей. Класс. И в сегодняшнем выпуске мы проверим Coca-Cola Energy. Кстати, этот энергетик выбрали именно вы в голосовании по ссылочке в описании. Для тех, кто не знает, там находится моя группа, которая называется Пиксель и энергетики. Вот таким было голосование, и именно вы выбрали победителя сегодняшнего выпуска. Понимаете, на что я намекаю? Переходите в описание и подписывайтесь на группу Воконтакте. Пожалуйста! Также в описании вы найдете ссылочку на донат и на канал моего брата Лео. Ну а сегодняшний выпуск мы будем оценивать по тем же критериям, по которым мы оценивали все предыдущие энергетики. Первый тип критерия поможет вам выбрать энергетик еще до того, как мы пойдем в магазин и купим его. Это реклама, дизайн, цена и удобство данного энергетика. Второй тип критериев это описывающие критерии, ведь они ни на что не влияют. Они просто указывают тут. Указательное местоимение. Учили в школе? Конечно нет, потому что на карантине сидите. Это цвет, запах, газированность и состав. И третий, самый важный тип критерия это вкус и энергетичность. И начнем мы, как всегда, с рекламы. И пока сзади меня находятся генераторы рекламы, давайте посмотрим, какие типы рекламы есть у нашего конкурсанта. И помимо одного рекламного поста в группе ВКонтакте, да, единственного рекламного поста в группе ВКонтакте, максимум, что мы можем найти, это реклама в самих магазинах. То есть на баннерах, в журналах со скидками и тому подобное. Это очень слабый вид рекламы, потому что реклама в социальных сетях практически никак не сыграла. А рекламные баннеры в магазинах не всегда эффективны. Потому что одна из групп потребителей энергетиков, а именно те, кому нету 17 лет, покупают энергетики не в крупных сетях магазинов, а в каких-нибудь частных магазинчиках. А там, как мы знаем, даже холодильники стоят еще со старым логотипом Pepsi. Иногда даже выгоревшие. Поэтому за то, что реклама как бы не отсутствует, а ее просто ничтожно мало, я готов поставить за рекламу Coca-Cola Energy две молнии из десяти. Ну а следующий ее такой критерий, как дизайн. Красно-черный эквалайзер. Такое ощущение, как будто это не баночка с напитком, а полноценная колоночка. Сочетание красного, черного и белого, пожалуй, это самое лучшее сочетание, что есть в природе. И это была минутка рекламного обзора, точнее даже несколько секунд. Ну, а что я убираю, кстати, я не знаю, что я убираю. А теперь по-настоящему, каково же у этой банки с дизайном. Покажу еще раз вот так вот близко. И, может быть, да, она выглядит круто, даже, наверное, серьезно круто. Но дело в том, что дизайн пустой. Вот что я сейчас скажу. Ну да, эти волны похожи на эквалайзер. Но, честно, когда я пришел в магазин, я даже не сразу понял. Я, то есть, смотрю, вижу Coca-Cola, вижу что-то красное. Ага, это Coca-Cola. И только потом, когда я присмотрелся к надписи, что это Energy, до меня доперло, что вау, новинка. Кстати, да, для тех, кто не знает, это относительно новинка, потому что поступила она в продажу не так уж и давно. И, соответственно, дизайн, я не скажу, что он противный, плохой. Он пустой. Он не привлекает в себе внимания. Он как классическая банка колы, которая немножко бахнута. Вот если бы они просто выпустили Coca-Cola, вот как есть сейчас, вот, обычная банка, только вместо Classic, например, написали бы Energy. Тогда бы это, безусловно, была одна молния из десяти за дизайн. Ну а тут нет, они как-то постарались, но все равно дизайн остался довольно-таки пустой. То есть, есть минимализм, который признается народом, например, Ион или Монстр, тот же самый. А есть Coca-Cola, которая пыталась, но осталась с пустым дизайном. Тем более, тот же, например, раз мы затронули, Ион, Монстр, они хоть максимально минималистичные, но они получили признание народа. То есть, сколько мерча, сколько наклеек, сколько рекламных вот таких баннеров есть, да не только в России, по всему миру. То есть, зайди в любой Need for Speed, там по-любому будет какая-нибудь наклейка с монстром, зайди на, посмотри UFC, там по-любому в центре будет монстр, зайди, не знаю, зайди на любой сайт с отзывами про Ион, ты, если найдешь минусы, то по-любому будет, даже если будет один плюс, то это будет плюс за дизайн. Здесь же нет, дизайн остался пустой, потому что там они используют яркие цвета или яркий контраст. Здесь же они использовали тустые контрасты между темно-красным и черным. Поэтому за такой дизайн я поставлю только 5 молний из 10. Далее идет цена данного энергетика. Не зная вкуса и энергетичности, это, пожалуй, самая слабая его часть. Потому что за маленькую банку, объемом 0,25 литров, кстати, единственная банка, которая у них есть, минимум с вас попросят 89 рублей в каком-нибудь магните или пятерочке. Там же, но уже в других магазинах, то есть, может быть, например, один крупный, а в более мелком он будет стоить аж 110 рублей. Это максимум и минимум, поэтому цена у него вот такая. А теперь, кстати, насчет удобства. Не знаю, будет ли компания дальше развиваться в этом направлении, потому что сейчас существует только банка объема 0,25 литра. Она должна быть либо мегаэнергетичной, либо там серьезно должна быть дозировка такая, что только в таком объеме ее пропустили в продажу. Потому что, как по мне, должна быть большая банка. То есть, если есть маленькая, должна быть большая, потому что маленькая она такая расслабляющая порционная, а большая банка, то есть, объем примерно 0,5, она уже вот конкретно на одного человека полная доза. Бутылки тоже было бы удобно, потому что это компания, ну, соответственно, никакой фишки нет, то есть, не такого покрытия, которое реплено, чтобы не скользило, не какой-то подставочки, ну, я не знаю, я из головы уже придумывал, не крышечки закрывающие, которая была раньше у некоторых напитков. Поэтому, единственное, что за единственную банку объемом 0,25 литра, что не очень удобно, еще раз повторюсь, энергетик Coca-Cola Energy получает у меня 4 молнии из 10. Далее идут такие критерии, после которых нам придется открыть эту банку. Но я сделаю это чуть позже, после того, как мы посмотрим состав. Потому что время только 4 часа, а если бы я его выпил сейчас и потом бы начал гнать на него то, что он не действует, бла-бла-бла, это было бы нечестно. Поэтому сейчас мы разберем состав, а потом я сделаю паузу и вернусь обратно. Так вот, насчет состава. Состав. Очищенная вода, сахар, глюкоза, регулятор кислотности, лимонная кислота, ортофосфорная кислота, гидрокарбонат, натрия. Натуральные ароматизаторы. Красительный сахарный колер 4, кофеин 320 мг на литр. Консерванты бензоат натрия, сарбат калия, витамины ниацин и витамин В6. Экстрат ГОРН 11 мг на литр. Пищевая ценность на 100 мл. Среднее значение энергетическая ценность 179 кГ энергии или 42 ккал. Белков, жиров 0 г, углеводов 10,3 г, в том числе сахара. Сахара это и есть те самые 10,3 г. Что важно, энергетик без таурина. Я не знаю, как ему относиться. В принципе, состав довольно-таки, я бы даже сказал, чуть чище, чем любой другой энергетик. То есть, понятно, тут все так же. Регуляторы кислотности, ароматизаторы всякие. Но они есть и в другом. Но что-то вот... Я даже сейчас вспомнить не могу. Просто на внешний вид и на слух кажется, что чего-то меньше. Единственное, что мне тут еще не нравится, это сейчас регуляторы кислотности. Лимонная кислота, ортофосферная кислота и гидрокарбонат натрия. Ребят, как любой химик... Да, что там химик? Это реакция, которая, как по мне, для восьмого класса, когда только начинают изучать химию. В растворе лимонная кислота с гидрокарбонатом натрия прореагирует. Лимонная кислота, это вы знаете, что такое. Она продается в желтеньком пакетике в любом магазине. Гидрокарбонат натрия это обычная пищевая сода. В растворе они прореагируют и образуется цитрат натрия. Может быть, кстати, кто-то сейчас вспомнил и делал так в детстве. То есть перемешивали порошок или напиток куда-нибудь запихивал, засыпал, то есть. И получалась такая сладкая вещь. Это тоже регулятор кислотности, да. Почему пишут обычно лимонная кислота и цитрат натрия? Потому что лимонная кислота дается в избытке, так как кислинка ощущается приятнее. А цитрат натрия это продукт, который образовался в реакции лимонной кислоты и соды. Поэтому цитрат натрия тут идет как что-то сладкое, лимонная кислота как что-то кислое. А гидрокарбонат натрия там по природе быть не можно. Если там был гидрокарбонат натрия, то там бы не было лимонной кислоты. Соответственно, вкус бы был такой вот, реально вкус соды. Дальше что? Это отсутствие таурина. Ладно, сахара. Типа тут вот идет глюкоза. Тут идет и сахароза, и глюкоза. Это хорошо, потому что сахарознаменители, как в обычной кока-коле, я не очень люблю. Но не знаю, давайте вечером дождемся и посмотрим, я уже включусь, какой он на вкус, цвет, запах, газированность и какой он на энергетичность. Ну а время уже за 9 часов вечера. Я думаю, самое время, чтобы открыть то, за чем мы тут собрались. Берем баночку, она холодненькая, у меня тут есть вторая, но они отличаются, кстати, тем, что крышечки разные. А так все остальное то же самое. Итак, цвет, запах, газированность, а потом вкус и в дальнейшем энергетичность. Запах. Она не так просто открывается. Не знаю, с чем это связано, но она очень плохо открывается. Ага, подцепил. Конечно, давайте все уже бросаем. Пахнет. Кстати, пахнет не кока-кола, а чем-то со вкусом кока-колы, типа мармелада или чупа-чупса. Причем не простой кока-колы, а кока-колы с лаймом, скорее всего. Ну, лимон, лайм. Нет, скорее всего, с лаймом. С лимоном был бы не такой экзотический запах. Да, это пахнет. Ну, я уже сказал, что я выпендуюсь. Давайте газированность, цветогазированность. Ну, газированность грангузская тут очень хорошая. А цвет... Боже мой. Да, ну, серьезно. Сейчас газы... Ну, в смысле, пенка. А, с коканом холодным. В морозилке до минус 14 подвижал. Цвет кока-кольный, но, боже мой, газы... Нет, если бы я ставил оценки за газированность, это, по-любому, было бы 10 из 10. Ну, по запаху, чем могу сказать. Запах остался таким же, просто он стал сильнее из-за увеличения площади поверхности. Из... как? Газообразования, вот. Да. А цвет... Кока-кольный, ну, кока-кола, она прям такая темная. А этот... Я вот так посмотрю, потому что тут газики. Она как будто разбавленная кока-колой. То есть... Да, наверное, этот цвет я так и назову, разбавленная кока-кола. Ну, мне больше нечего сказать. Давайте вкус, а в дальнейшем энергетичность. Могу сказать сразу, это не лучший энергетик, что я пробовал. Во-первых, сразу торнадо со вкусом кока-колы, то есть батл, там, у батл, он со вкусом кока-колы, намного вкуснее. А это такое ощущение, как будто кока-кола сделала какой-то напиток со вкусом кока-колы. Никакого таурина, кстати, тут не чувствую, ну, потому что его тут нет. Это минус, потому что он придавал какую-то изюминку, а тут его... тут ее нет. Как будто вот есть дешевые напитки со вкусом кока-колы, типа, за 10, за 12, типа, Дасси или еще чего-то. Вот это по вкусу точно такое же. То есть это... Блин, это мерзко. Понятное дело, мне его придется запить, но... Сейчас я поставлю на паузу и узнаю, какую оценку уже я ему дам. Я вернулся сейчас. Мне это придется запить. Это, в принципе, вся банка. Брат сказал, что нормально. Я же... Как? Так, имеется гадкое послевкусие. Сейчас, еще раз. Да, блин. Я пробовал крафтовую колу. Все говорят, типа, о, крафтовая кола, она какая-то с вкусом аптеки. Да, лучше вкус аптеки попью, чем... Что-то, что было сделано на натворе. Оно имеет гад... Вот, когда ты пьешь, гадкое ощущение во рту и гадкое послевкусие. И можно сказать то, что цифра 3 за вкус у нас открыта. Как вы уже догадались, за вкус кокового энергии я ставлю 3 молнии из 10. Опишу кратко, гадкий вкус и гадкое послевкусие. Я не думаю, что это относится к приятным энергетикам. Ждем, сколько я придержусь, и проверим энергетичность. Итак, ребят, время 2.27 ночи, уже почти пол третьего. Я не знаю, как там меня не видно, я буду говорить тихо, потому что у меня вдома все спят. В общем, еще хочу сказать. Пол третьего ночи, и несмотря на то, что энергетик не очень вкусный, на удивление, он довольно-таки действующий. Сразу извиняюсь, я не вижу сейчас, как я там выгляжу. Может быть, я слишком крупно, может быть, я где-то была из-за эскадра. Вот так вот я сделаю. Пол третьего ночи, что я хочу сказать. Вот как только я был пикал, я сейчас прям моментально почувствовал прилив энергии. То есть, не сердце заколотило ничего. Просто почувствовал, что как-то стало свободнее. Там я посмотрел по составу, сравнил и с другими. Кофейна в нем намного больше, чем в других энергетиках. А вот, видимо, большое количество кофеина компенсирует отсутствие таурина. Так вот, к чему это я. Я выпил, почувствовал хороший прилив энергии, лег. И в час десять, примерно, в час семь даже точно скажу, я стал чувствовать первую усталость. И то это была такая усталость, что скоро надо просто идти спать. Сейчас, как вы видели, уже пол третьего. И я уже, ну, правда, все, я не могу. Я бы, конечно, еще посидел вот тут, вот, прям на грани, скажем так. Посмотрел видео на ютубе, но мне от всего и не больше не хватает. Пол третьего это максимум, что я мог из себя выжить добровольно. В принципе, может быть он невкусный, может быть он дорогой действительно, может быть он получил низкие баллы за первый тип критерий. Лев, но тем не менее, его энергетичность я отрицать не могу. Какое бы у меня сейчас, у меня было плохое к нему отношение за то, что он невкусный. Ну, будем грубо говорить, но зато своими вещами. Отрицать энергетичность, опять же, я говорю, повторюсь, я не могу. Это, конечно, не бодрость на всю ночь. И даже уже не говорю про 24 часа бодрости. Но тем не менее, на полночи, да, считай, на полночи, то есть, сейчас я даже посчитаю. Ну, грубо говоря, да, на полночи меня примерно хватает. Плюс это при том, что я выпил энергетик, как вы могли понять, после 9 вечера, ближе к полдесятому. За этот, за эта энергетичность, может быть, он невкусный, может быть, он не показался какие-то сверхкрутые критерии. Но за энергетичность этот напиток Кока-Кола Энерджи получает, язык закидается в полночи ночью. Так вот, этот энергетик получает меня за энергетичность 8 молний из 10. Но на этом все. Не забывайте чекать описание, ребят. Ссылочка на группу ВКонтакте Пикселей на Риге. Я вас там жду. Так что не забывайте подписываться на канал моего брата и донат. Всем удачи, до новых встреч и пока.